Участие в брейн-ринге в составе команд Северского трубного завода для Олега Васькова привычное дело. В этот раз опытный игрок, капитан команды железнодорожного цеха. К этой игре готовились особенно ответственно. Тема брейн-ринга – 10 лет трубной металлургической компании. Тема довольно интересная, так как мы все работники трубной металлургической компании Северского трубного завода. Мы должны, все это нам знакомо, все эти вот такие, ну не все нюансы, конечно, но тем не более, основные вопросы мы, я думаю, знаем нашей команды. Брейн-ринг – традиционное мероприятие, проводимое на Северском трубном заводе больше 10 лет. В этом году для участия в игре было заявлено 13 команд. Общее количество участников превысило 80 человек. Первые вопросы и время для обсуждения ответов. Успех команды, всплоченности и быстрой реакции игроков. Знание, сила, считают участники и в игре, и в работе. У нас много хороших авторов, которые пишут сами полевчане. Хороший музей у нас, очень отличный. То есть надо подковываться, надо знать, где мы работаем, надо знать наше предприятие, наш северский трубный завод. Возраст игроков преимущественно до 30 лет, но рядом с молодым поколением всегда опытные наставники. Работа с молодежью, считает начальник теплосилового цеха Сергей Сотников. Одно из главных направлений в работе Северского трубного завода. Корпоративный дух – это очень серьезно вообще. И отношение к работе, думаю, у ребят меняться будет, когда они будут знать историю и нашего завода, и сейчас уже историю всей нашей компании. Я думаю, что это им и в развитии поможет, и корпоративный дух, он всегда помогает в работе непосредственно. Главное достоинство всех игроков не только в знании истории трубной металлургической компании, а в дружеском отношении между командами. В рамках этого брейн-ринга заводчане делились знаниями и опытом, еще больше сдружились и сплотились в единый коллектив. В этот раз победное место досталось команде пожарно-спасательной службы. На втором месте – теплосиловой цех. Третье место завоевала команда управления информационных технологий. Эльмира Самохина, Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.